И в продолжении темы. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача по лечебной работе Светлана Баглаева. Светлана Саиловна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день по Бурятии какова статистика заболевших СПИДом? Заболевших ВИЧ-инфекцией, поскольку СПИД является последней стадией ВИЧ-инфекции терминальной, а ВИЧ-инфекция – это общее название заболевания. У нас всего ВИЧ-инфицированных лиц выявлено на 1 декабря этого года 7273 случаи. Из них умерло от СПИДа, к сожалению, порядка 600 человек. По возрастным категориям, по полу? Если в начале эпидемии это были молодые люди до 25 лет, то сегодня в основном у нас выявляется более старшее поколение от 30 до 45 лет. Это связано с тем, что более молодое поколение активно использует средства защиты, а у нас преобладает половой путь передачи, 84% составляет. А более старшее поколение, к сожалению, мерами защиты пользуется реже. По сравнению с другими регионами, вот как ситуация в Бурятии обстоит? По Сибири наш регион занимает 9-е ранговое место по заболеваемости среди 12 регионов. И в отличие от первых лет, когда мы были на втором месте после Иркутска, после лидера по заболеваемости среди не только по Сибири, но и по России. Сейчас мы находимся, если говорить по России, среди 86 регионов где-то в середине списка. А Иркутская область продолжает оставаться в лидерах и входит в десятку наиболее пораженных регионов России, даже в пятерку. А вашим центром какая профилактика проводится? Мы с различными группами населения стараемся работать по-разному, применять различные подходы. Так как сейчас преобладает все-таки половой путь передачи, в первую очередь мы работаем с молодежью. Это наша программа «Равная обучает равного». Далее мы сейчас активно сотрудничаем с предприятиями, поскольку раз половой путь передачи и половина случаев связана с заражением благополучных слоев населения, соответственно, мы усиливаем еще работу со средствами массовой информации, проводим информационные кампании, которые баннеры вы видите на улицах, ролики по телевидению, аудиоролики на радио. Все эти кампании преследуют две цели. Первое – это обязательно обследование на ВИЧ-инфекцию, чтобы как можно людей больше обследовалось и узнавало свой ВИЧ-статус. Соответственно, потом оказалась и медицинская помощь. И второе – эта кампания направлена на то, чтобы люди, обследуясь на ВИЧ-инфекцию, узнавали как можно больше про ВИЧ-инфекцию, про пути передачи, про меры профилактики, для того, чтобы во время сдачи анализа и ожидания результата анализа они понимали, что их поведение могло привести к риску инфицирования, и чтобы задумались на будущее, а могут ли они сделать что-то, чтобы предотвратить заражение в будущем. Поэтому обследованная ВИЧ – это, конечно, очень важная мера, и она приводит не только к получению результата, но и к получению дополнительных знаний по ВИЧ-инфекции. То есть на такие акции есть отклик, да? Отклик очень активный, и он как раз отражается на увеличении обследованных лиц и на увеличении информированности населения по ВИЧ-инфекции. Спасибо большое за беседу. Пожалуйста. Полную версию интервью смотрите в программе «Актуальная тема» сразу после выпуска новостей. Мы двигаемся далее.